МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убойный совхоз. На территории бывшего УАО Коряжемска лежат трупы животных. Осторожно, мошенники! С начала 2015 года произошло больше 40 хищений с банковских карт. Делодорожные. Куда исчезла техника Котовского ДРСУ в районе отворотки на Черемуху? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и не только расскажем сегодня в программе в студии Елена Кузнецова. Здравствуйте! Жители деревни Песчанка опасаются экологической катастрофы. Рядом с их домами на территории коровников бывшего УАО Коряжемска обнаружен несанкционированный скотомогильник. Разлагаясь трупы животных, источает зловоние на всю округу. Теперь обитателями коровников стали вороны, крысы, мухи и одичавшие собаки. Жители деревни Песчанка уже месяц страдают от тошнотворного запаха гниющих трупов. По соседству с ними – коровники частного фермерского хозяйства. Это бывший совхоз и УАО Коряжемское. Люди не выдержали и решили самостоятельно узнать, в чем причина зловония. Оказалось, на скотном дворе лежит несколько десятков мертвых коров. По словам местных жителей, трупы коров были просто свалены в одну из бетонных силосных ям. Как только люди начали возмущаться, на место приехал бульдозер и трупы животных заровнял с землей в соседней канаве. Но, правда, не всех. Несколько туш лежат в самих коровниках и уже стали пищей для бродячих псов, которые устроили здесь настоящее логово. Массовый падеж скота начался еще летом прошлого года. Жители Песчанки находили мертвых коров в канавах, в лесу и даже в реках. Обессилевшие голодные животные просто падали на землю на глазах у пастухов. В том году ходили за грибами с сестрой, в канавах коровы мертвые валялись, зарыты были даже на пастбище, там говорят. Селос не заготовлен, кормов она… вот я работала, кормов не было, вообще не кормили. Одно сено и то гнилое, так я не знаю, вообще не кормят, так то и падают, наверное. Ольга Кузьмина пять лет работала дояркой в ОАО «Коряжемская». В 2013 году, когда предприятие было передано в частные руки, Ольга уволилась. Новый собственник решил сразу же сократить не только поголовье скота, но и своих сотрудников. Она как пришла, сразу ветврача уволила, всех поувольняла и осталась. Сейчас работало около ста человек там, а сейчас работает три человека всего. Коровники заброшены, там лежат полуразложившиеся трупы животных. Работников совхоза мы тоже не видели. Попытались найти директора этого предприятия. Вот здание, где раньше располагался его кабинет. Но, как видите, дверь закрыта и даже разбито стекло. Жители деревни Песчанка опасаются экологической катастрофы. Гниющие трупы коров стали пищей для ворон, мух, крыс и диких собак, которые, как известно, являются переносчиками опасных заболеваний. Этой ситуацией уже заинтересовалась администрация Коряжмы и областное управление Россельхознадзора. Управление Россельхознадзора по Республике Карелия Архангельской области и Нинскому основному округу поступило обращение главы города Коряжма, переадресованное из управления Россельхознадзора по Архангельской области, по факту обнаружения биологических отходов и нарушений при их утилизации. Управлением по данному обращению будет возбуждено административное расследование. О результатах, соответственно, глава города будет проинформирована. Если вина собственников частного крестьянско-фермерского хозяйства за нарушение утилизации биологических отходов будет доказана, то им грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток. Сегодня у нас в студии гость. Это бывший генеральный директор Коряжмска Олег Клещенко, который с начала 2000-х годов руководил этим предприятием. Олег Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сейчас посмотрели наш видеоматериал. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находилась Коряжмская, когда вы его передавали в частные уроки? И, собственно, прокомментируете то, что сейчас увидели. Уважаемые товарищи, то, что вы мне сегодня показали, то, что я увидел, конечно, это ужас. Это сердце кровью обливается. И такого ужаса, конечно, не приведи Господь Бог, ни в каком предприятии не должно быть и не может быть. Потому что, не дай Бог, это узнает Россельхознадзор или наш главный врач, ветеринарный врач района, это же ведь сразу прибегут, приедут и оштрафуют людей. То, что сегодня я видел на картинке, это просто страшно. У нас такого ни в коем случае не могло быть. И, естественно, это следовало ожидать, потому что два года я не работаю в этом предприятии. И два года я замечаю, что поля, которые выкашивались, поля, из которых мы заготавливали силос, сено, значит, сенаж, в принципе, не обрабатывались. Не обрабатывались и не собирались там урожай. Хоть и худой, хоть и низкую урожайность была этих полей, но, тем не менее, эти поля просто не обрабатывались, и с них не снимался тот урожай, который имел место, народиться, так скажем, и быть. Поэтому сегодня говорить о том, что мы видим картинки, которые павших коров, животных, это следовало ожидать. Почему? Потому что просто видно, что животные не кормлены, животные голодают, животные не доедают. Безусловно, когда понимаешь, когда сено, которое там заготавливается или покупается где-то, и перепродается просто, а не для этих животных, не для этого предприятия, то, безусловно, что итог вот тот плачевный, который и есть. Вот. Это не первая картинка, я ее слышал и в прошлый год, что буквально тракторами, можно сказать, в ковше вывозили ни одно животное, по пять, по шесть животных, и закапывали вблизи предприятия. Ну, это никто не хотел слышать, и я в том числе, это неприятно, но, к сожалению, правда такова. А все-таки в каком состоянии находилось предприятие, когда вы его передавали в частные руки, и что сейчас? Ну, для правды, нужно сказать, что действительно у нас тоже была ситуация сложная, и финансово-экономическая сложная ситуация была. Я просил теруправления с тем, чтобы нам разрешили продать столовую игрушку, за которую мы, в принципе, уже имели покупателя, и могли взять в пределах 2 миллионов 200 тысяч. Этих средств и денег нам бы хватило на покрытие налогов, вот что и нас, где и требовалось закрыть дыру, так скажем. Но нам теруправление и не разрешило. Не разрешило, и вынуждены мы были обратиться с тем, чтобы все-таки действительно предприятие продали в комплексе. Ну, полагали, что предприятие разумным людям продадут, продадут людям тем, которые действительно хотят в будущем работать, которые хотят развивать это предприятие. И, в принципе, это было сказано. Изначально мы все и полагали, что так и будет. Мы все радовались, когда пришли новые собственники, и в какой-то мере это никто иной другой. Я предложил этих собственников Росимущество в Москве. Людям, которые действительно имели место понимать, что такое живность, что такое корова, так как непосредственно собственник имел 5 или 6, до десятка голов собственного христианско-фермерского хозяйства. Поэтому для людей это было не ново. Ну, понимая то, что мы передали им 260 голов коров и телят до 500 голов в целом крупного родственного скота, вот, они, наверное, дойдут до такого же состояния крыстианско-фермерского хозяйства, как у них было в личном подсобном хозяйстве или крыстианско-фермерском хозяйстве в Котловском районе. Вот. По всей вероятности, не дано людям, наверное, работать именно и понимать, что такое животное, что такое сельское хозяйство. Потому что тут надо работать. Тут надо работать 2-4 часа в сутки, понимать. Надо, чтобы был ветеринар или врач. Когда люди пришли и буквально, значит, с первых же дней своих они уволили специалистов, а первого специалиста они уволили ветеринарного врача, так это, слушайте, надо понимать, как может сознательный собственник уволить специалиста, который ветеринарный врач. Это первое лицо в хозяйстве, которое несет ответственность за все животноводство. Вот. Поэтому, ну, это недальновидность. Это недальновидность, беспреспективность. Ну, с этими людьми, которые на следующий день являются собственниками, это более громко сказано, но собственники. Какие они собственники? Собственник, раз, мог бы допустить до этого? Это безхозяйственники. Это люди, которые без будущего. Это просто этих людей надо быстрее, вот в это хозяйство на следующий день нужно бы найти инвесторов, собственников, действительно людей, тех, которые хотят заниматься сельским хозяйством. И в этом же предприятии, в ООО «Корежемской» еще можно навести порядок, еще можно все-таки зародить ту жизнь, которая была. Можно. Конечно, нужно много вливаний, нужно средств, нужно инвестиций. Ну, это все глаза боятся, руки делают, говорят. Вот. Поэтому все это делается. Главное, чтобы был действительно нормальный собственник, человек, который может и должен понимать, что такое сельское хозяйство и для какой цели он берет это хозяйство в свою собственность. Спасибо, Олег Дмитриевич, за ваше мнение. Надеемся, что предприятие еще можно будет реанимировать и навести там порядок. Пожалуйста. Устали переплачивать за мебель? Диван диванов. Просто здесь дешевле. «Магнит» – среда выгодных покупок. В среду, 27 мая, скидка 10% на ассортимент гипермаркета «Магнит» города Коряжмы. Имеются ограничения по акции. Телефонное мошенничество – проблема, которая за последние 5 месяцев стала злободневной. Мошенники придумывают новые методы и схемы похищения денег с банковских карт. Огрожания по-прежнему ведутся на их уловке. С начала 2015 года в отделе полиции зарегистрировано более 40 заявлений о хищении денежных средств с банковских карт. Причем в последнее время такие преступления регистрируются практически ежедневно. Методы мошенников все более изощренные. Отныне их жертвами становятся граждане, разместившие объявления на Авито. А деньги исчезают с банковских карт посредством вирусных программ. Преступники пользуются этим и начинают рассылку сообщений, что, допустим, ваше объявление нас заинтересовало, просим пройти по этой ссылке. Могут приходить на телефон различные сообщения такого плана, допустим, ты мне понравился, перезвони, или тебя отметили на фото, посмотри, может даже я тебя люблю, ссылка. Гражданин нажимает на ссылочку, все, вирус попадает на телефон, и дальше начинают происходить хищения денежных средств. Мошенническим схемам подвержены телефоны с системой Android и номера, на которые подключена услуга «Мобильный банк». Чтобы обезопасить себя и сохранить свои избережения, нужно отрегулировать настройки в своем мобильнике. Как настроить безопасность телефона, чтобы обезопасить свой телефон, на котором установлен мобильный банк, от вирусных и нежелательных программ. В настройках выбираем пункт «Безопасность», «Безопасность» есть такая вкладка «Неизвестные источники». Разрешить установку приложений из неизвестных источников. Вот на данном телефоне галочка стоит, что абонент разрешает установку на данный телефон приложений из неизвестных источников. Эту галочку нужно убрать. В настоящий момент, когда мы галочку убираем с этого пункта, на данный телефон приложения могут устанавливаться только с плей-маркета. Это как бы проверенное, из проверенного сервера, и, грубо говоря, где в принципе вирус установиться не может. Еще одной мошеннической схемой является предложение внести предоплату на банковскую карту за какой-либо объект недвижимости, который продается. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не сообщать свои банковские реквизиты посторонним и быть более бдительными. Вопрос от телезрителя. Жители города обратили внимание. Лампы уличного освещения загораются слишком поздно. В 23 часа и в час ночи уже отключаются. Как ходить по темным улицам? Этот вопрос мы адресовали в предприятии «Горсвет». И для кого не секрет, что уличное освещение является одним из элементов создания безопасной, удобной среды территорий муниципальных образований. Как обнаружили коряжемцы в последнее время, ходить по вечерним улицам приходится в темноте. В муниципальном предприятии «Горсвет» ответили, что график уличного освещения утвержден постановлением главы города. При составлении графика учитывались методические рекомендации. В расчет принималось и финансирование. Напомним, что «Горсвет» находится на городском бюджете. На этот год объем финансовых средств остался на уровне 2014 года. На предприятии заметили, что претензии по уличному освещению, если таковые будут у жителей, необходимо направлять в отдел городского хозяйства администрации Коряжма. Куда исчезла техника Котловского ДРСУ в районе отворотки на Черемуху? Неужели ремонт дороги в сторону коряжемских дач прекратился? Еще один вопрос задал наш телезритель. Мы созвонились с главным инженером предприятия Сергеем Лобановым. Он заверил, что работы по ремонту дорожного полотна трассы Котлов-Скоряжма и Линск не прекращаются. Просто сейчас вся техника задействована на дальнем участке в районе деревни Нырма. Потому как там самый разбитый участок, его нужно приводить в порядок как можно быстрее. Все работы ведутся согласно графику. На данный момент уже отремонтировано 3,5 километра трассы, уложенный слой черного щебня и пористого крупнозернистого асфальта. Работа на ближайшее время у дорожников – отсыпка обочин. Еще одна дорожная тема. 22 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Игорь Орлов поднял вопрос о финансировании муниципальных дорог в Архангельской области. В Рио губернатор региона обратился к главе государства с просьбой о выделении в 2015 году около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета на ремонт муниципальных автодорог общего пользования. Это позволит поэтапно привести их в нормативное состояние, повысить безопасность движения. Протяженность муниципальных дорог в Поморе составляет больше 10 тысяч километров, а объем регионального дорожного фонда в 2015 году утвержден в размере 3,6 миллиардов рублей. При этом большая часть из них направлена на региональные автодороги. В связи с многолетним недофинансированием дорожной отрасли более 90% муниципальных дорог изношены. Практически все средства муниципалитеты направляют на содержание существующей сети автодорог, тогда как вопросы по ремонту остаются нерешенными. Это видно и по дорогам в Коряжме. На улице Архангельской огромная колейность. Кирово, Кутузово разбиты. Есть и много других примеров. По словам Игоря Орлова, рассмотреть вопрос о поддержке муниципальных дорог не только в Архангельской области, но и в стране. В целом Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и главе Минтранса России Максиму Соколову. Многофункциональные центры меняют свое название. Теперь офисы МФЦ будут называться «Мои документы». От изменения названия суть не меняется. Основные принципы работы центров – обеспечение доступности и комфортности при получении услуг с заявителями, упрощение процедуры подачи документов, достижение высокого качества обслуживания. В области началась работа по внедрению фирменного стиля «Мои документы». Она рассчитана на 2015-2016 годы. При открытии в 2015 году новых отделений МФЦ уже будут учитываться эти стилистические требования во внутреннем и внешнем оформлении помещений, их оснащении и оборудовании. Под занавес учебного года определились победители и призеры спартакиады школьников. Честование их состоялось во вторник в конференц-зале администрации города. Наград удостоены также лучшие спортсмены и преподаватели, которые привели команды своих образовательных учреждений к спортивным победам. Спартакиада общеобразовательных учреждений состояла из восьми видов спорта. Осенний кросс, соревнования по баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, полевой стрельбе, майская эстафета и легкоатлетическая четырехборья для школьников уже позади. По результатам выступления команд на каждом из этапов определились победители и призеры спартакиады. Бронзовыми призерами среди старших школьников стали спортсмены школы номер 5, серебряных наград удостоены представители школы номер 4 и заслуженное золото у спортивной команды школы номер 7. В минувшем учебном году в числе призеров были те же образовательные учреждения. В этом году они лишь поменялись местами. У младших школьников спартакиада вместила осенний кросс, лыжные гонки и соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Дружба». Победу в спартакиаде этого года завевала школа номер 5. На втором месте спортсмены седьмой школы. По сравнению с прошлым годом обе эти команды поднялись на ступеньку выше. И на третьем месте спортсмены второй школы. В прошлом году они были первыми. Еще о спорте. 25 мая коряжемская команда «Химик» провела последнюю игру в рамках чемпионата Архангельской области среди мужских команд по волейболу. Наши спортсмены выиграли у команды «Котл» со счетом 3-0. Окончательные итоги областного чемпионата будут объявлены, когда все участники финального этапа соревнований завершат свои игры. А сейчас о погоде. Партнер метеовыпуска – магазин «Диван-диванов». Устали переплачивать за мебель? «Диван-диванов» просто здесь дешевле. В среду облачная, возможно, будет гроза. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов, вечером до плюс 19. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер юго-западный умеренный до 3 м в секунду. Мебель от магазина «Диван-диванов» для всех случаев жизни. Большой выбор – разумные цены. «Диван-диванов» Коряжми. Дыбцы на 6, Ломоносова 10. На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова